самая компактная и легкая full-frame камера в мире забавно когда функционал профессиональной кинокамеры умещается в твоем кармане и при необходимости модифицируется фотоаппарат с отличными характеристиками сегодня мы поговорим о сигма fp на которой я снимаю уже полгода и в которой я влюбился по уши за ее дизайн цветопередачу ну а главное компактность так как я не видеограф львиная доля и кинематографичной адаптивности не будет затестирована я лишь озвучу особо значимые плюшки этот обзор будет призван ответить на вопрос стоит ли ее купить именно фотографу и мы поговорим у ее преимуществах фотоиндустрии но для начала самые значимые плюсы сигма fp в первую очередь кинокамера самая компактная в мире модульная которую с легкостью можно прицепить к дрону и писать не сжатая 12-битная 4к raw видео в 24 кадра в секунду либо же full hd raw видео 120 кадров с динамическим диапазоном в 12 с половиной ступеней если опустить тему видеосъемки и акцентировать внимание на фото характеристиках камера также радует своими возможностями она пишет 14-битные raw dng файлы каждый из которых есть по 30 мегабайт имеет разрешение 6000 на 4000 точек этого вполне достаточно и для того чтобы загрузить фоточки в инстаграм и чтобы распечатать в большом формате на а4 а3 этого будет вполне достаточно матрица с обратной подсветкой вообще не шумит что позволяет снимать даже на супер высокий iso 3200 6400 без какого-либо цветного шума я провел на нее море съемок и могу уже смело утверждать что она не уступает по цветопередаче и частоте цвета камере sony a7 r3 моей основной но стоит в два раза дешевле затвор на сигма fp полностью электронные в этом есть определенные плюсы первый самый главный камера не сотрясается во время съемки то есть она полностью остается статичные фотографии получаются без каких-либо шевеленок второе это ресурс нет затвора нет проблем с тем что он может сломаться все просто надежность камеры повышается также электронный затвор будет полезен в travel фотографии чтобы не привлекать и лишних взглядов со стороны вы выключаете звук затвора и в полной тишине как ниндзя начинаете снимать главное включить звук затвора когда фотографируете моделей потому что они впадают в прострацию не понимают что происходит когда камера вообще не издает никаких звуков вы бегаете рядом с моделью делаете вид что снимаете а модель потом такая спрашивает а ты точно снимал фотографии после обновления на вторую версию прошивки появляется функция синематография которая позволяет снимать короткие фото и видео зарисовки на самом деле функция бестолковая и в коммерческой фотографии вряд ли вы ее будете использовать камера выполнена в строгом и минималистичном дизайне излитого алюминия что повышает ее прочность и теплоотвод также лучшему теплообмену способствует наличие радиатора опоясывающего камеру по периметру вес камеры без батареи 370 грамм это практически в два раза легче sony a7s 3 если рассматривать формат киносъемки то ясное дело камера задумывалась под тонны обвеса на риге стабилизаторы внешние рекордеры но даже в стоковом состоянии если рассматривать ее как компактную камеру для путешествий она весьма удобно аккумулятор камеры имеет объем в 1200 миллиампер часов конечно немного но этого хватает на пару часов съемки видео либо на 500-700 кадров в раф формате благо дело камеру можно зарядить по юсб тайп си от powerbank а аккумулятор и слот под ее час 2 карты памяти находится в общем отсеке также камера имеет пыли и влагозащиту компания сигма является членом альянса эль маунт в которой кроме нее входит еще и лейка и панасоник на родных стекол под bayonet l не так много в комплекте у меня был лишь сигма 45 миллиметров f2.8 contemporary хорошо сложная портретная малютка которая быстро и точно фокусируется по контрастному автофокусу касаемо автофокусу на камере 49 контрастных датчиков аэф и они работают в покадровом автофокусе хорошо только с родной оптикой через переходник происходит такая же срань как из sony объектив начинает немножечко дышать то есть он не сразу фокусируется он сначала уходит в бэк фронт фокус и только потом ловит но когда вы переводите автофокус на аэвси автофокус континьюз фокусировка происходит вообще идеально благо дело на сигма fp есть фокусировка по глазам поэтому просто переводите в следящий автофокус нажимаете на кнопочку и глаз постоянно фокусе опять же как на камерах sony это удобно касаемо портретной фотографии я предпочитаю 1.4 дырки и вскоре я раздобыл переходник сигма mc21 что позволило использовать светосильные стекла с байонетом еф благо дело рабочий отрезок на камере очень маленький что позволяет через различные адаптеры повесить бесконечный парк оптики других производителей вот тут-то и раскрывается вся красота работы с этой матрицей 14 бит раф dng файлы просто прекрасны я с легкостью могу сравнить полученную картинку со своей sony a7 r3 и сказать что разницы по цвет передачи и пластики экспозиции практически нет я очень люблю картинку sony считаю и одно из самых лучших но мнение строго субъективное поэтому не надо вот здесь вот это все обработать можно хорошо любой raf файл главное что правильно его снять сигма fp делает травы которые легко тянутся даже на плюс 5 ступеней без рассыпающихся на шумы теней и это очень круто пару раф с этой камеры ты сможешь скачать по ссылке под роликом а еще лучше сделай кадр минус 5 ступеней на свою камеру и сравни с равом сигмы без обвеса камера минималистично и проста но благодаря расширенной базе креплений по всему периметру на камеру можно навесить много чего что у меня был в комплекте на ручка для хвата биджи 11 бейс грипп площадка под камеру bpl 11 бейс плейт с двумя диаметрами резьбы хват для руки hg 11 хенд грипп адаптер mc21 для использования и f оптики на эль байонете видоискатель lv f11 для лучшего визирование изображения ну и ремешок которым я так и не воспользовался используя эти аксессуары камеру можно превратить из компактной малютки футуристичного монстра репортажной фотографии просто снимаем китовый объектив цепляем адаптер mc11 и на него вешаем светосильную 35 q f14 art теперь мы готовы получать перфекционистичную портретную картинку далее осталось организовать эргономичный обвес цепляем видоискатель смотреть будем в него ведь он дает просто гигантский масштаб картинки намного больше чем видоискатель на а7 r3 а в связке с lcd экраном в 2 миллиона точек фокусироваться вручную по фокус пикингу просто одно удовольствие к правой части мы прицепим хэнд грипп для лучшей фиксации камеры с ним камера не выскальзывает даже если держать ее одной правой рукой ну а к левой части камеры где расположились все разъемы можно прицепить расширение h u11 с горячим башмаком куда можно будет поставить внешнюю вспышку ну и по приколу ввертим дополнительную ручку для хват потому что можем вот теперь камера настоящий терминатор так как sigma fp позиционируется как гибридная кинофотокамера на корпусе есть специальный тумблер который позволяет быстро переключать режим работы одним движением вы фотографируете потом чик и уже можно пилить видосы благо дело на этой камере отказались от огромного колеса выбора режимов съемки приоритета диафрагмы приоритета выдержки и другого ненужного на мой взгляд отсутствие кольца и выбора режимов съемки придает камере намного более строгий и интересный дизайн фронтальный же блок управления камеры имеет приятный и минималистичный стиль центральный диск хорошо слушается палец но уж слишком чувствителен к нажатию поэтому если быстро крутить то можно случайно нажать кнопку влево перемещение в режиме просмотра происходит моментально и при использовании высокоскоростных sd карт камера спокойно отображает raw фото без задержек также порадовал наличие маркера зон пересвета даже в просмотре видео сразу понятно где-то накосячил касаемо меню два диска управления на камере можно кастомизировать как вам угодно в нижней части камеры в ряд расположились кнопки быстрых параметров могут позволяет выбрать режим съемки от полностью автоматического до ручного кнопка color позволяет выбрать тип встроенный цвет коррекции среди множества как деструктивных так и константных типов цвета конечно же цвет будет меняться только при сохранении в jpeg либо не raw видео отличием от большинства камер будет наличие встроенного цвета кора tilt and orange который схлопывает цветовую вариативность до двух оттенков подобный цвет коррекции lab с помощью клавиши то он можно также поменять контрастность видеоряда функция очень полезна если вы не хотите как я заморачиваться записью raw видео нативная запись в h264 просто поражает своей изящностью чистый цвет с хорошими контрастами малыми шумами даже на высокие iso позволяют не напрягаясь снять отличную картинку даже такому оболтусу видеосъемки как я клавиша qs quickset открывает функциональное меню где можно выбрать iso в расширенном диапазоне доступны значения от 6 до 100 2 тысяч 400 далее идет выбор работы экспозамера режимы серийной съемки можно делать до 18 кадров в секунду корректировка баланса белого с возможностью ручной настройки и пользовательский bb также здесь можно выбрать тип сохраняемого файла степень его сжатия и выбор соотношения сторон также можно регулировать параметр fill light который позволяет высветлить тени без изменения светлых областей sigma fp это мультифункциональный терминатор кинофотоиндустрии в корпусе доброй малютки который смело ворвался на рынок и может утереть но с многим конкурентом 14 битеров видео легкий корпус отсутствие рудиментов делает эту камеру профессиональным решением лично для меня sigma fp станет второй камерой которую не влом взять с собой на съемку а также камерой на которой я могу писать видосы на youtube с идеальным цветом ой смотри как крутая дыра на канале якобы ооо Продолжение следует...